Власна ты рожден, это твой район, это Лас-Наград, ты гордишься, брат, здесь все что-то труд, Власна каждый крут. Меня зовут Полина Новикова, мне 18 лет, живу Власнами, учусь в школе. Сначала я жила в марту, но, наверное, до 4 лет, потом мы переехали. Подожди, подожди, я в окопе. Лас-Наград, мне кажется, о нем столько говорят, если честно, и столько стереотипов вокруг этого Лас-Наград, что здесь очень агрессивные люди и тому подобное. На самом деле, такого нет. Я часто сравниваю Лас-Наград не просто с районом, а с какой-то отдельной системой, архитектура, она тоже может вдохновлять. Допустим, моя любимая канала, для меня это как река. Иногда, когда мне нужно расслабиться, успокоиться и просто подумать, я часто сажусь недалеко от канала. У нас есть много здоровских мест, где можно быть чуть-чуть выше, чем все остальные люди, и смотреть, как едут машины. И это вот течение машин, как люди куда-то спешат, бегут. Это на самом деле похоже на течение реки и помогает успокоиться и найти себя. Тебя тоже нормально так сдувает? Это очень странно. Для кого сейчас не секрет, что гаджетозависимость — это очень большая проблема. В какой-то момент, еще пару лет назад, я начала замечать, что мы просто перестаем друг с другом общаться. И, если честно, у меня появился внутри некий страх. Страх, что я не смогу просто общаться со своим другом, а мне нужно будет обязательно написать ему в какой-нибудь социальной сети. И у меня есть маленькие племянники, которые являются для меня примером того, как меняется на самом деле сильно мир. И для меня это не хороший пример, что, мол, как здорово, как все развивается. Нет, это, конечно, все намного становится проще, это хорошо, но для меня это страшный пример того, как человек может становиться зависимым. Не от людей, не от чего-то такого живого, а просто от телефонов, компьютера и на самом деле вот этой нереальной жизни. И мы с моей подругой, мы решили, что этим нужно заниматься и что-то нужно менять. Мы решили провести несколько разных акций. И что же мы делали? Это как раз-таки день без гаджетов. Это был один из наших таких действительно классных проектов, когда мы в нашей школе решили провести такое мероприятие. Это день, когда все отказываются полностью от любых гаджетов, от планшетников, смартфонов, компьютеров. И просто проводят день вместе, общаются, не используя данные приборы. Это помогает, конечно же, сплотиться, помогает найти общий язык с людьми, которыми ты не мог раньше изначать даже говорить. Мы просто регистрировали ребят при входе в школе, кто хочет участвовать, это было необязательно. И прицепляли им специальные маркеры, обозначения, что они участвуют в этой игре. Они убирали свои телефоны, не пользовались им целыми дни. Если кто-то пользовались телефоном, у них просто снимали эту наклейку, и все, он выбывал из игры. И самые стойки, которые смогли продержаться, в конце дня получали небольшой приз от нас, что-то вроде «Я смог, я продержался». Даже учителя в этом проекте участвуют, потому что они чувствуют, как действительно на детей это влияет. И что если они не будут использовать гаджеты, то и дети не будут использовать гаджеты. Это как пример взрослых. Самое главное, так как мы были в школе, это повлияло на их внимательность на уроках. Учителя особенно подтвердили, что «Вау, их было так просто собрать!» Потому что вот это вот «Так, ребята, выключите телефоны, уберите их!» Этого всего не нужно было говорить. И знаете, даже многие ребята, которые, к сожалению, не успели или не захотели в начале дня поучаствовать в этой игре, они потом такие «О, я тоже буду!» Ну ладно, что я не получу приз, просто беру телефон, буду как другие ребята. Ну, хотите поучаствовать? Да, давай, давай. Мы участвовали в одном проекте, называлось «Месседж-вэр». Суть была в нем создать одежду с каким-то посылом социальным. И так как нас волновала проблема гаджетозависимости, мы решили создать тоже свой дизайн футболки. Она называлась «Три новые обезьянки». Суть в том, что классическая версия, что я не слышу, не вижу, не говорю. Мы объединили это все в одно, я сижу в телефоне. И эти футболки потом распечатали и начали продавать. И даже у некоторых наших одноклассников они сейчас уже есть. Футболки — это очень простой вариант, потому что не нужно так много средств, чтобы обратить внимание множества людей на эту проблему. Они ведут футболку, они такие «О, прикольно, а что это за футболка?» «О, и правда, это так работает». Или кто-то просто посмеялся, а внутри начал думать, что действительно это большая проблема. Я рада, что я живу в таком районе. Конечно, если бы меня спросили, «О, а ты не хочешь сегодня переехать в Киа-Склин?» Я бы, наверное, задумалась. Конечно, это удобно, но власть на меня тоже есть что-то свое. Продолжение следует...